Для тех, кто впервые на моём канале, меня зовут Елена Макаренко. И сегодня мы будем с вами обсуждать, как наши мысли становятся реальностью. И все мы знаем, что наши мысли материальны. И стоит нам буквально о чём-то подумать серьёзно, как это воплощается в нашей жизни. И неспроста говорят, бойтесь своих желаний. И особенно часто происходит то, чего мы больше всего боимся. И причина этому проста, потому что мы в своём сознании формируем то, на чём фокусируемся, о чём думаем. И, естественно, это воплощается в нашу реальность. И в этом видео охотно с вами делюсь, как при помощи слов мы можем исполнять свои желания. А с помощью своих мыслей мы способны сформировать свою собственную жизнь. Смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик. Напишите в комментариях, для кого актуальна тема создания своего собственного сценария жизни. Все наши болезни и весь негатив – это наши мысли, наши слова, которые мы произносим слух. Я думаю, что многие не раз замечали, что какие-то мысли начинают формировать реальность в вашей жизни. И наша психика устроена так, что своими мыслями мы можем себе внушить всё, что угодно. И в том числе мы можем исцелить многие болезни. Но силой самовнушения мы способны даже убивать. И приведу вам такой пример. Гитлеровские врачи проводили такой эксперимент. Перед опытным грозно тресли скальпелем. И говорили, что сейчас ему вскроют вены. Затем этому испытуемому завязывали глаза и проводили палочкой по руке. Затем лили тёплую воду. И подопытный, будучи уверен в том, что ему вскрыли вены, и что у него реально течёт кровь. И он просто умирал от страха. И обращаю ваше внимание, что при помощи слов мы также можем исполнять желания. С помощью своих мыслей и желаний мы способны сформировать свою собственную жизнь. И если вы хотите меньше привлекать в свою жизнь болезни, неприятностей, негатив, тогда меньше думайте и разговаривайте на эти темы. Ни в коем случае не стоит разговаривать о негативных ситуациях. И даже старайтесь вообще такие темы не обсуждать. И чаще себе говорите, я всё смогу, у меня всё получится, я всё преодолею, я на правильном пути. И никогда не применяйте грубых слов, тем более в свой адрес. Вот вы говорите, что я вот такой неудачник, я такой невезучий. Не применяйте грубых слов, и тогда результат положительный не заставит вас долго ждать. Наши мысли способны влиять на обстоятельства, которые удачно или же неудачно складываются в нашей жизни. И очень часто бывает такое, когда мы о чём-то красночего думаем, и наш близкий человек слизывает с языка обрывки наших мыслей. Вот вам яркий пример того, как наши мысли могут влиять на нашу жизнь. Что наши мысли и действия имеют последствия. И всё нам возвращается в умирангом. И зачастую мы не понимаем, почему произошло в нашей жизни то или иное событие. Очень важно понимать, что мы отвечаем не только за свои поступки, но слова и мысли. И всегда мыслите позитивно и не копите в себе негатив. И думайте обо всех событиях в жизни только в лучшем свете. И ни в коем случае не осуждайте и не критикуйте других людей. Представляйте свою жизнь, события такими, какими бы вы хотели их видеть. Что вы готовы к головокружительным переменам и достойны этого. И наконец-то начните менять свои мысли, управлять ими. И конечно же, ваша жизнь наполнится яркими красками. И используйте силу мыслей и не забывайте благодарить судьбу за всё, что она вам преподносит. И помните, что наши мысли управляют нами и влияют на нашу судьбу. Делитесь мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Хотите видеть больше полезного контента у меня на канале, нажимайте колокольчик. И поделитесь этим видео с друзьями. На связи была Елена Макаренко. Пока-пока.